Занимается поставкой этого оборудования. Оборудование называется Жолинга. О, как правильно будет? О, Цифролаб компания. О, Цифролаб, я все хотел Цифролаб сказать. Это Константин Вялых. Он сейчас вам представит оборудование, представит инструкции, какие могут быть, пройдет тренинги, вы к этому все готовы. Затем, пожалуйста, представители институтов, те, которые отвечают за оборудование, техническую часть, должны будут расписаться в актах принятия работ, если замечаний нет никаких. Эту проблему надо решить завтра. Будут проходить уже обучение по институтам на месте, там, где стоит у вас оборудование. У кого нет этого оборудования, с 10 утра будет здесь медиа-центр. Это касается и высшей школы, институтов, у которых не поставлено. Я напоминаю, оборудование стоит в институте экономики и финансов, фундаментальной медицины, стоит оборудование в Елабужском институте, и ФМК, институт филологии, межкультурной коммуникации, и институт психологии и образования. И в медиа-центре. Всего 6 точек, где это находится. Сейчас я передаю слово Константину, он вам все будет уже вести. Пожалуйста. Единственное, завтра в 9 утра, вы сказали, в 10, мы на 9 договорились. Пожалуйста, поправьте, скажите. Меня слышно? Завтра мы договорились, что первая группа пройдет с 9 до 11 утра здесь, в медиа-центре. В 9? Да, в 9. То есть будет разбит на две части, одни пройдут с 9 до 10, вторая группа с 10 до 11. После этого будут обучения в остальных центрах, в остальных институтах. Нужно договориться, во сколько в каждом институте будет проходить обучение. Примерно полчаса мне нужно перемещение между институтами. Два дня будет обучение. Первый день я дам вам задание, мы снимем маленькие ролики, и на второй день мы скорректируемся и снимем начисто. То есть сегодня мы читаем лекцию, завтра первый день тренинга, и послезавтра второй день тренинга. То есть всего три дня. Каждому понадобится, это будет по часу в каждом институте я проведу. То есть завтра час и послезавтра час. Группы лучше формировать, ну, примерно 5-6 человек, это комфортно. Ну, уже 4, в зависимости от того, где как. У тебя как удобно. Желательно, чтобы там был человек, который отвечает за техническую часть и человек, который отвечает за методическую часть. Это может быть один человек, это могут быть разные люди, но хотелось бы их увидеть. Так. Ну, наверное, уже все. Мы начнем. Собственно, я представил продукт J-линга. Мы компания, которая разработает программное обеспечение для записи видео и проведения вебинаров. Все оборудование, которое вам поставлено, позволяет как записать видео, так и проводить вебинары. Меня зовут, собственно, Вяло Константин. Вы можете писать к нам на инфо, собака, J-линга, если у вас возникнут какие-то вопросы. И чтобы понять аудиторию, мне хотелось бы вам задать несколько вопросов, посмотреть, насколько вы подготовлены, ну, как вы с этим сталкивались. Кто из вас когда-нибудь снимал видеоролики образовательные? Дин? Ну, больше, больше всего вижу. Ну, примерно процентов 10. Хорошо. Кто когда-нибудь создавал MOOC? MOOC – это массовый онлайн-курс MOOC. Ну, почти те же самые люди, почти в таком же количестве. Дальше. Кто проводил вебинары, вообще участвовал в создании вебинаров? Ага. Хорошо, понятно. Так, итак, какие цели я сегодня себе поставил? Ну, во-первых, я хочу дать некоторые базовые знания, чтобы вы смогли создать сами простую презентацию и записать видеоролик с помощью нашей студии. Потом я хотел бы показать, как решить типовые проблемы, которые возникнут. Проблемы со светом, со звуком, еще с чем-то. С чем обычно сталкиваются люди. Дальше я хочу дать вам дополнительные материалы, потому что мы понимаем, что обучение – это процесс. И сегодня некоторая стартовая точка. Я вам дам ссылки на некоторые курсы, на некоторые книги, и далее я буду вам тоже присылать материалы, с помощью которых можно будет дообучиться, что-то понять. И, естественно, я хочу показать плюсы системы, что хорошо замотивировать ей пользоваться, чтобы она не стояла у вас просто так в вузах, а вы ее использовали. Итак, что я хотел, чтобы вы сделали за эти три дня. Придумали тему для презентации. Любую, неважно. Вы можете что-то, с чем связано. Можете согласно системе J-Link, можете то, как вы будете снимать видеоролики. Неважно. Это должна быть маленькая презентация, 3-4 слайда, в которой используются разные возможности системы. Прочитать – это в хорошем случае, в плохом случае – просто скачать, в таком более мягком, скачать документацию, чтобы вы поняли, откуда ее скачивать и что, как к ней обратиться. Создать собственную презентацию, записать тестовый видеоролик, потом сделать работу над ошибками и в последний день записать ролик уже начисто. Я хотел бы, чтобы каждый из вас понял, как подключить петличку, как ее настроить, если вдруг что-то надо, как включить свет, как выключить свет, какой видеоролик должен получаться. И я хотел бы немножко дать тем, кто никогда не сталкивался, понять о том, что такое МОК, зачем он делается, что такое вебинар, зачем он делается, и в чем отличие просто видеоролика от вебинара и от МОК. Так, ну куда смотреть? Собственно, немножко я сразу начну с того, куда это. Во-первых, на сайте Jolingo есть документация. Вы можете ее скачать. Там рассказываются основные технические возможности, рассказывается, как создавать презентации, как работать вообще с системой, как ее подключать. Дальше. Есть YouTube-канал Jolingo, где рассказываются базовые вещи. Опять же, как создать презентацию, как записать видео, где в режиме, где сразу видно скринкаст, видно человек, видно, что он делает. И дальше курсы на Open Professional. Здесь я немножко остановлюсь. Кто знает, что такое СОС? Современная цифровая образовательная среда. Кто-нибудь с ней сталкивался? Нет? Никого вообще? А, ну, смотрите, есть такая система СОС. Есть региональный центр компетенции. Это большие вузы в нашей стране. Это МКУ, это БФО Минникант. В общем, неважно, большие вузы по всей стране. На них региональный центр компетенции создан, который обучает остальные вузы, как создавать дистанционное образование, как создавать муки. В рамках этой программы создается большое количество курсов. И в рамках этой программы были разыграны тендеры. И одна из компаний, собственно, это МФТИ, выиграли тендер по обучению, как создавать массовые онлайн-курсы. Ими создано 12 курсов. Скоро они появятся в бесплатном доступе. На, собственно, Open Professional я очень советую, особенно советую начать с педагогического дизайна. То есть пед-дизайн – это то, что, в общем-то, нужно для того, чтобы создавать муки. У вас… Давайте по целям немножко поговорим. У кого из присутствующих целей именно создавать муки? Так, так. А вот можно тогда… А, давайте. У кого есть цель проводить вебинары? Хорошо. А у кого-то… Вот примерно половина не подняла ни на один из вопросов. Какая у вас цель? То есть что вы планируете с помощью этого создавать? Может быть, даже кто-то… Открытый вопрос. Посмотрим. А, посмотрите. Хорошо, ладно. Давайте, в общем, если вам нужно создавать муки, я советую эти курсы. Там все будет от начала как снимать, как подбирать преподавателей, как организовывать все это дело, как продвигать, маркетинг. То есть весь цикл от того, как у вас зародилась идея, что вам нужно создавать муки, до того, что должно быть на выходе, как загружать на платформу, какие платформы выбирать. То есть всегда нужно понимать, что просто видео не нужно для образования. Просто видео, может быть, нужно для продвижения, для рекламы, там еще для чего-то, для мотивации, возможно. Но это не обучение. Обучение – это обязательно должен быть курс, где должна быть обратная связь, тестирование. И это целый цикл. И обычно даже муки – это несколько курсов, связанных с специализацией. Вы заканчиваете специализацией, вы получаете какой-то набор знаний. То есть чтобы это сделать, я советую пройти и понять вообще, что это такое. Я на этом останавливаться не буду. Я все-таки скажу немножко об особенностях нашей системы, как она помогает и в чем ее отличие от всех остальных. Это, собственно, если я немножко выписал те курсы, которые бы я советовал в первую очередь пройти. Это, собственно, педагогический дизайн массовых открытых онлайн-курсов, поиск, отбор, контроль, производство онлайн-курсов. Это, собственно, с чего начать, как понять, какие курсы вообще нужно превращать в онлайн-курсы, а какие нельзя. Дальше. Организация процесса создания эксплуатации массовых онлайн-курсов, видеопроизводство, введение в производство массовых онлайн-курсов и бета-тестирование и экспертиза онлайн-курсов. Когда вы проходите эти курсы, у вас на выходе получается уже некоторый курс с работой над ошибками. Дальше идет выкладка на платформу, еще много-много шагов, но они все-таки не совсем связаны с нашей системой. Это уже некоторый следующий этап, поэтому я на нем пока заоставить внимание не буду. Сейчас я запущу небольшой видеоролик, который снят с помощью нашей системы о нашей системе. И он, в общем-то, я думаю, ответит вам. Здравствуйте. Если вам надо снимать онлайн-курсы, проводить вебинары или записывать ролики для ваших сотрудников или клиентов, вам будет интересно. Я нахожусь в студии Джолинга, и сейчас в режиме реального времени я покажу вам, как сделать ролик без оператора и практически без монтажа. Поехали. Перед лектором находится специальная стеклянная доска, вдоль которой он может свободно передвигаться или перемещать объекты. Мы можем выбрать другой инструмент и начать, например, рисовать. Я использую обычный маркер для досок, а система автоматически обводит его линией любого цвета и толщины. Я вижу презентацию здесь, на мониторе, чтобы казалось, что я смотрю точно на объект. Или здесь, чтобы обратиться к зрителю. Чтобы перемещаться между разными слайдами внутри одной презентации, достаточно использовать простой жест с помощью двух пальцев. Вот так наша студия выглядит в 3D. И здесь располагается лектор. Это ненормально. Я не понимаю, что я смотрел. Если мы вернемся к предыдущему слайду, то увидим, что все надписи на нем сохранены. Поэтому теперь мне остается только нажать на кнопку «Остановить запись», и готовый ролик можно выкладывать. И еще немного о возможностях студии. Мы можем... Давайте я немножко приостановлю. Как видите, очень большое расхождение видео со звуком. Я могу пробовать заново запустить. Возможно, все будет синхронизировано. Здравствуйте. Если вам надо снимать онлайн-курсы, проводить вебинары или записывать ролики для ваших сотрудников или клиентов, вам будет интересно. Я нахожусь в студии Джолинга. И сейчас, в режиме реального времени, я покажу вам, как сделать ролик без оператора и практически без монтажа. Поехали. Перед лектором находимся... Ну, нет, судя по всему, то же самое. Все, что там рассказывалось в этой студии, я думаю, вы примерно поняли, что происходит, как происходит механика. Я покажу это в онлайн. Здесь установлена студия, и во второй части своего выступления я поднимусь наверх, и в режиме онлайн буду вам показывать, как все это работает. И, в принципе, основные возможности эти вы увидите. Также я прошу с собой пару добровольцев, чтобы они тоже попробовали, и вы поняли, что это, в общем-то, несложно. Давайте заранее посмотрим. Может быть, у нас есть пара добровольцев, которые готовы подняться в студию, и поставить, оп, один есть. О, три. Все, отлично. Четыре даже. Хорошо. Что? Свет, не забывайте. Не знаю. Нет, мне рассказывают, что нельзя. Собственно, один из главных плюсов нашей студии, она позволяет создавать видеоролики быстро. Если вы все сделали хорошо, то достаточно вам нажать «Начать запись» и «Остановить запись». И в момент, когда вы нажали «Остановить запись», у вас уже готовый видеоролик, который не требует никакого постпродакшена. Вот и на нашей системе происходит настройка изображения, настройка звука. То есть, если все хорошо, вы можете перемещать все элементы, вот как было на предыдущем видео, нажать «Стоп», и в этот момент уже у вас готовый видеоролик. Иногда, возможно, нужно обрезать начало и конец, и склеить стык. Маленькие ролики могут быть сняты единым дублем. Итак, какие форматы возможны? Я бы советовал вам идти по порядку, не создавать сразу сложные ролики. Начать с того, что создать только презентации. Вы знаете, очень много муков пишется в формате, когда человек стоит, лектор стоит справа, элементы презентации стоят слева. Да, это не дает использовать все возможности нашей системы, но лектор будет очень удобно начинать с этого. Когда создается иллюзия, что он смотрит прямо в камеру, либо на презентацию, и он рассказывает о ней, и просто переключает слайды. Это довольно простой формат, который вызовет меньше негатива со стороны преподавателей. И потом уже усложнять и усложнять процесс. Только маркер, только написание. Есть преподаватели физики, математики и других таких базовых дисциплин, которые привыкли писать. И можно для начала давать возможность просто писать маркером. Ну, опять же, с помощью нашей технологии. Потом со временем вводить элементы, которые они смогут двигать или... И дальше уже идут интерактивные объекты, которые вы можете перемещать, вращать, скрывать, показывать, использовать браузер или еще что-то более сложное. Это я советовал бы уже вводить после того, как человек освоил простые форматы, либо только презентация, либо только маркер, либо написание поверх презентации. Один из довольно-таки распространенных форматов, это когда используются презентации с статическими кадрами, и поверх идет выделение отдельных объектов, показы взаимосвязи, когда человек не очень много пишет. Это добавляет динамики, но и позволяет человеку провзаимодействовать с объектами и изменить что-то в процессе рассказа. Так, сейчас у меня, скорее всего, будет еще один видеоролик, который я недавно... Вот я просто сюда прилетел практически из Владивостока. Может быть, кто-нибудь знает. Есть такой остров. 20-40, нет? Ну, мы записали очень маленький ролик, и мне понравилось, что мы записали его на ногах, прямо на полях конференции. Я решил вам его показать. Ой, а, собственно, потяжу. А, нет, не он. Он еще будет. Так, итак, смотрите. Есть несколько базовых форматов, к которым мы уже привыкли. Этот человек пишет на доске, человек пишет на флипчарте, он стоит рядом с проектом, как вот я сейчас стою, и говорящая голова на слайдах. В принципе, все плюсы этих форматов можно использовать у нас в системе. Вы можете писать, как там, но при этом вы смотрите прямо на зрителя. То есть вам не нужно поворачиваться от зрителя. Вы можете показывать презентацию, при этом она не будет, как вот на этом кадре показано в муаре. Это будет настоящая цифровая. И все это в режиме онлайн. При этом всегда будет видно лектор. Есть хромакей. Мы все знаем, что с помощью хромакей может быть нечто невероятное. Есть замечательные фильмы и так далее. Но я вам скажу честно, я съездил уже в большое количество вузов, почти всегда хромакей выглядит одинаково. Мы снимаем на хромакей, подрезаем хромакей, подкладываем равномерный фон. Почти никто не подкладывает. Все говорят, мы хотим сзади подложить лес, но леса обычно нет. Обычно подкладывается просто обычный фон. Поэтому у вас будут часто это спрашивать. Я вас уверяю, мы хотим с хромакеем постоянно спрашивать, зачем это надо. В 90% случаев даже больше человек не знает, зачем ему это надо. И если он скажет, что он готов подложить какой-то фон сзади, спросите, есть ли у него этот фон. Обычный этого фона у него нет. Мы используем сзади обычный фон, и все анимации накладываются сверху. Но в этом есть плюс, что можно в достаточно компактной студии снимать видеоролики с образовательным контентом. При этом без пост-продакшна. То есть если вдруг человек снимает на зеленке, тогда нужно делать первую трассу кейнг, то есть удалить зеленый фон, потом сзади подложить, и продакшн становится длинным. И еще в отдельном потоке нужно отдельно еще накладывать анимацию сверху. У нас же все происходит довольно-таки быстро. А вот, собственно, ролик, который я снял на полях конференции. Я люблю яблоки, я люблю родину, я люблю свою подругу, я люблю мужа. В английском языке есть градус. Например, ты encuentras ауна чика и ты каѕ бьен. Деппуѕ, ты деспуѕ, ты густа. Деспуѕ, ты любишь. Деппуѕ, ты деспуѕ, ты всё не говоришь, ты любишь. Диспуѕ, ты любишь. Деспуѕ, ты любишь. «Ой, и ты, я, estás casi casada, дебухаешь твоих детей пресiosos, ты сientes мужем, и mañana тебе говорят, «Пердон, не хочу тебя больше». Никогда тебе говорила, что я любила. Второй, инвизи. Мне encanta. Примерно то же самое, но основная суть в чем? Что я хотел бы сказать, что это было просто снято на ногах. То есть мы подошли к компьютеру, мы скачали несколько картинок с печеньками, еще с чем-то, человек никогда не снимался в нашей студии, мы сразу накидали элементы, и человек сразу снял вот такой ролик. То есть здесь показано, причем, довольно много возможностей. Люди перемещали объекты, рисовали что-то, и я советую использовать какие-то похожие формы, то есть крупные объекты перемещаются, крупные пометки и текст. Было проведено много-много исследований, что очень важно, какой лектор, очень важно, как он, есть некоторая эмоциональная связь. Если у человека нет эмоций, он плохо запоминает, он плохо связывает, и в принципе, как бы вы его хорошо не информировали, вряд ли он об этом потом вспомнит. То есть эмоции, картинки, немного написания. То есть вот то, что можно снимать довольно-таки быстро, и выглядит, в общем-то, неплохо, как вы видите. То есть идет простой монтаж, склейка встык. Если вы видели, там было несколько склеек. В общем-то они выглядят нормально, потому что они правильно отбиты голосом. То есть в конце фраза заканчивается, в начале следующего добра фраза начинается, и вы не замечаете, как происходит склейка. Нет никаких переходов, перехлестов, там уход в черный и так далее. Ну, выглядит, в общем-то, нормально. YouTube нас к этому уже приучил, к такому созданию роликов. Дальше. Примеры организации. У нас есть разные примеры организации. Первое. Это лектор-методист готовит материалы совместно. Снимается лектор. Это хороший вариант, когда у вас есть методист, и у вас есть лектор. Методист знает, как правильно переработать материал, лектор владеет этим материалом. Нужно понимать, что оффлайн и онлайн методология, она немножко отличается. И лектор, который отлично читает лекции, не обязательно хорошо их переработает. Поэтому я советую, чтобы у каждой студии у вас появился человек, ну, я знаю, что должен быть каждый студий ответственный, который понимает, в чем отличие, который понимает, что видео-лекция, например, Coursera рекомендует, чтобы видео-лекция была от 6 до 12 минут. То есть ни в коем случае там не 45. Люди не выдерживают. То есть нужно постоянно удерживать внимание. Если внимание не удерживается, человек переключается в другую вкладку, он уходит, он не досматривает. Ролики должны быть небольшими. У каждого ролика должна быть своя цель, вступление, где эта цель обозначивается, и финал, где человеку показывает, что он цель достиг. То есть лектор обычно не просто это переработать. Плюс есть графическая переработка. Ну, мы все знаем, что преподаватели довольно плохо графически перерабатывают свой материал. Опять же, это делает либо методист, либо дизайнер. Это вообще отличный вариант. Если есть, еще и дизайнеры. Дальше. Лектор готовит материал и сам снимает. Есть и такие у нас примеры, когда лектор готовит и снимает все. Но это обычно лекторов небольшое количество, и можно каждого из них обучить. Словно говоря, каждый из них отдельно проходит обучение. Тогда эта схема тоже может работать. Наша студия позволяет лектору самостоятельно включить студию, записаться, выключить и уйти. Никакого дополнительного персонала не надо. У нас есть центр большой в Москве, партнерский, в котором преподаватели делают полный цикл от подготовки материалов до выкладки на платформу. Там используется простая ЛМС, Камуду. И то есть преподаватель может выполнить весь цикл самостоятельно. И дальше. Лектор и методист готовят материалы, снимается актер. Это довольно редкий кейс. Я бы советовал вам им особо не пользоваться. Я причем знаю, что какой-то из институтов КГУ этим пользуется, именно нанимая специальных актеров, которые будут отыгрывать. Все-таки для образовательного контента, я думаю, это не лучший вариант, потому что было, опять же, проведено исследование, заводили некоторого спикера, говорили, что он именитый профессор, а другой группе независимо заводили, говорили, ну, это просто там какой-то аспирант пришел прочитать. И те, которым сказали, что профессор, получили гораздо лучшие оценки по остаточным знаниям через два месяца. Нужно понимать, что все равно этот профессор именитый должен читать. Личная привязка, эмоциональная, она очень важна. Поэтому я не советую использовать актеров, аспирантов и тех, кто бесплатный рабочий труд. Лучше, чтобы все-таки лектор сам отчитал. Я вот считаю, что это правильно. Дальше, типа контента. Ну, собственно, что можно делать с помощью? Можно информировать, можно обучать навыкам и можно мотивировать. Если мы говорим о мотивации, то мотивацию как раз можно сделать просто с помощью видеороликов. Вы можете просто снять короткий видеоролик и отправить его. Этого достаточно. Если мы говорим об информировании, о передаче именно знаний, то в данном случае используются, собственно, муки. Используются какие-то наборы, стестирование, ничего с чем-то. Если мы говорим об обучении навыков, то обычно здесь уже идут какие-то практические задания, которые также могут быть встроены в муки. Есть там скором формате, есть еще много-много всяких возможностей. Можно есть всякие приложения, писать игры, все что угодно. Но вопрос здесь уже возникает. То есть мы являемся либо частью информирования системы, либо вопрос мотивации. Да, действительно, мы не ожидали этого изначально, но многие используют нашу систему для общения внутри корпоративного. То есть, например, условно говоря, директор института записывает обращение к преподавателям, либо к студентам. То есть обращается либо внутри компании, либо наружу. Можно очень быстро снять ролик и сразу его разослать. Условно говоря, ролик в одну минуту, и он подальше отправляется в соцсеть сразу же. И вам не нужен никто, вам не нужно согласовывать, кто смонтирует, кто снимет, еще что-то. Это очень быстрый формат, который позволяет вам немножко развязать руки. Собственно, здесь я уже до этого у меня уже сказал, что видео оно передает эмоции. Эмоции прощают формирование связи и скорость запоминания. Это нужно помнить. Попытайтесь добавлять эмоции в свои ролики, а не просто рассказывать физику. Дальше. Ну, собственно, мотивация преподавателей. Преподаватели обычно консервативны и не сопротивляются любым инновациям. Если вы когда-нибудь преподаватель записали в любом одном формате, другой формат будет ему плохо. Мы постоянно делаем апгрейд студий, и каждый раз преподаватели говорят, вот было лучше. Потом проходит некоторое время, и они уже не готовы сниматься на том, что было до этого. Это классика жанра. Поэтому я предлагаю первый курс снять самостоятельно человека, который ответственный. По любой теме обычно все-таки эти люди являются преподавателями. Если нет, начать с активной группы преподавателей, преподавателей, которые хотят найти такого одного-двух, и привлекать большую группу преподавателей, вообще остальных преподавателей. После того, как первый курс уже выпущен, когда вы можете ему показать, смотрите, вот человек, который рядом, он снял замечательный курс. Если вы не можете делать это у себя, возьмите какого-нибудь другого института, который окажется первым пионером и снимет хороший курс, чтобы люди понимали, что это несложно, что это, в общем-то, можно сделать. Так, я немножко хочу рассказать вам о свете. Кто-нибудь знает, как правильно вообще ставить свет? Я вот сейчас буквально очень-очень общий. Вот, собственно, тоже скачал с интернета. Какой есть свет, который основной? Есть заполняющий свет, который заполняет наше лицо, чтобы не было тени. Есть рисующий, который обычно становится под 45 градусов и, собственно, создает рисунок, чтобы мы были объемными. Если его не будет, мы будем картонными людьми, за очки у нас будут в центре, и мы будем показаться какими-то тупыми, непонятными, немножко отсталыми людьми. Поэтому обязательно нужно быть рисующий, заполняющий, фоновый, который освещает фон, чтобы он был хорошо освещен. И контурующий – это свет, который нас отбивает от фона. То есть он падает на волосы, он падает на плечи и немножко нас оторвает от фона. Особенно наша студия поставляется с двумя фонами – белым и черным. Если вы будете сниматься в студии с черным фоном, то обязательно нужно использовать контурующий свет, иначе ваши волосы просто растворятся на фоне. Это, собственно, немножко теории. Теперь, как сделано у нас. Студия будет выглядеть вот так. Собственно, это 3D-модель студии типовой. Могут быть небольшие отличия, но только в стойках установлены, как они расположены. Вот сзади мы видим два света сверху. Это, собственно, контурующий свет. За фоном у нас есть фоновый свет, который изнутри освещает, и получается фон белым. И еще свет, рисующий и заполняющий, установленный на самой рамке. По периметру расположена светодиодная лента, которая светит на человека и, собственно, заполняет и рисует на нем картинку. Во-первых, что здесь нужно знать? Нужно знать, что нужно обязательно и все включить. Если у вас что-то не так, скорее всего, один из этих цветов. Если сзади какой-то фон стал не белым, скорее всего, фонового света нет. Если сверху человек не оторвается, значит, скорее всего, нет контурующего. С контурующего самая такая сложная история. Если к вам пришел человек лысый, ну, с очень короткой прической или с очень светлыми волосами, я советую вам контурующий свет в данной схеме просто выключить, потому что иначе у него голова будет блестеть. Для 90% случаев подходит ничего не менять. Ну, собственно, здесь я это уже сказал. Так, направление взгляда. Очень важно, чтобы ваше направление взгляда совпадало с управлением вниманием зрителя. Есть в нашей студии две схемы. Первый, вы смотрите на зрителя. Второй, вы смотрите на объект. Если вы смотрите на монитор, который рядом с камерой находится, то это иллюзия, что вы смотрите на зрителя прямо. Вот как я сейчас. Есть мониторы по периметру. И, например, объект находится справа. Вы смотрите на правый монитор. И остается иллюзия, что вы смотрите на эти объекты на плоскости перед собой. То есть, в связи с того, где находится объект, вы смотрите на разные мониторы. Это лучше увидеть в самой студии, но вы должны понимать, что управление вниманием идет с управлением взглядом. Если человек делает что-то здесь, а смотрит прямо, это выглядит немножко неестественно. Ой. Опять. Так. Итак, когда вы пишете, лучше смотреть на монитор через руку, тогда будет создаваться иллюзия. Еще для преподавателей, которые только начали заниматься, можно выключить боковые мониторы, чтобы не смотрелись только в камеру. Потому что сразу некоторым, очень сложно, особенно возрастным преподавателям, к этому привыкнуть. Вот с этим только монитор и только презентацию. А потом уже постепенно, постепенно усложняете систему. Дальше. Работа с маркерами. Как устроена наша доска? На нашей доске установлены инфракрасные сенсоры, которые распознают положение элементов. Вы можете писать условно пальцем, либо маркером, либо чем угодно. Когда вы пишете маркером обычным, остается от маркера след. И вы можете увидеть его на стекле. В этом есть плюс. Но в этом есть минус. Его нужно стирать. Вы не сможете писать в контексте нескольких слайдов. То есть вам нужно написать и стереть. Плюс за маркерами нужен некоторый уход. Вы должны понимать, что если вы пишете маркером настоящим, то за ним всегда будет оставаться на стекле жирный след. Ничего с этим, к сожалению, сделать нельзя. В этом я советую для опытных преподавателей использовать закончившиеся маркеры. Чтобы он мог что-то подписать, переключиться на следующий слайд, еще подписать, вернуться и увидеть все, что было написано в течение всей лекции. Условно говоря, если мы говорим о какой-то аналитической геометрии, он сможет писать всю лекцию на 20 досках и потом вернуться к любому объекту своей лекции. И в любом месте что-то дописать, доправить, используя, опять же, абсолютно разные цвета. Если мы используем маркер, а когда мы им пишем, маркер обводится, когда мы стираем маркер, он сотается и в электронном виде. Это происходит автоматически. Так, собственно, желательно надавить на стержень или обрезать у маркера, чтобы он лучше распознавался, чтобы он был толще. Ставьте пустой маркер, пишите крупно, не экономьте место. Опять же, благодаря тому, что количество досок бесконечное количество, вам не нужно что-то экономить. Просто пишите крупно. Плюс к этому, вы знаете, что интернет в России не очень хороший, он часто смотрит на маленьком разрешении. Если вы напишите это очень мелко, то это будет потом неудобно читать. Если вы все-таки пишете маркером, то когда вы пишете красным маркером, лучше использовать, выбирать красный цвет обводки, чтобы было меньше градиентов, меньше было проблем. Так, немножко о петличке. Собственно, вот петличка, которая поставляется у нас у всех. Это Sennheiser петличка G3. Вам нужно запомнить простую вещь. Вам нужно... Вот кнопку вы открываете, внутри стоят батарейки. Вам нужно включить ее. И выставить всего один параметр, Sensitivity, то есть чувствительность. Вы должны выставить ее так, чтобы не было зашкала. Это, в общем-то, основное. Желательно, как можно громче, но чтобы не было зашкала. Если выставить очень тихо, будет шипеть. Если очень громко, то это будет зашкал. Наша система автоматически показывает, что есть зашкал. Там будет красный индикатор. Ну, я потом и про него расскажу. Собственно, все. Основное... Больше здесь, наверное, сказать нечего. Вот, собственно, теперь перейдем к созданию презентации. Презентацию можно создавать в PowerPoint. Тогда у вас будут все элементы статические. Для базового случая это довольно-таки нормально. Многие преподаватели и коммерческие клиенты долго пользуются именно этой возможностью. Вы создаете презентацию в PowerPoint на базе шаблона. Вот это как раз слайды созданы на базе этого шаблона. Здесь стоит человечек. Он показывает, где должен стоять лектор. То есть вы создаете объекты в любом месте, где его нет. Дальше. Собственно, здесь показана настройка, которую нужно сделать. Нужно сделать, чтобы снимок был широкоэкранный. То есть в отношении 16 в 9, как, собственно, как вы видео будете снимать. Далее вы подключаете к своей системе нужный вам шаблон. Вы можете создавать много шаблонов с разными размерами лекторов, с разными преподготовленными элементами. Я советую вам создать, на самом деле, шаблон в PowerPoint и распространять его. То есть вы можете кинуть логотип, вы можете сделать цветовую схему вашего института. Ну, любая, собственно, кастомизация, которая упростит преподавателям либо вам создание с последующей презентацией. Итак, собственно, вы создаете слайд. Далее, вы можете создавать и внутри нашей программы встроенными средствами. Когда вы переходите к интерактивным объектам, уже вам нужно переходить к встроенным программам. Вы можете, например, загрузить из PowerPoint все слайды и один из них сделать интерактивным уже в нашей программе, добавив к нему какой-то элемент, либо целиком создав. То есть это именно как дополнительное средство. Собственно, оно выглядит вот так, редактор слайда. Здесь, допустим, добавлены какие-то GIF-файлы. Видно, что у них есть свойства, когда вы выбираете файл. Его можно зациклить. Можно сделать, чтобы он запускался автоматически. Можно сделать видимым, невидимым, чтобы его нельзя. Ну, и так далее. Множество всего. Так. Так, 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 так. Также можно для любых слайдов сделать сетку для выравнивания. Здесь есть объект сетки. Так выглядит интерфейс программы. Здесь можно начать запись или подготовить фон. Что такое подготовить фон? Не всегда можно белый фон засветить так, чтобы он очень равномерно был освещен белым. Поэтому у нас есть такая функция подготовка фона. В этот момент спикер выходит из кадра. Вы нажимаете кнопку подготовить фон. Фон становится идеально равномерным. И потом спикер заходит и снимается. Если у вас сильное искажение света, это, конечно, не получится. Но у вас у всех уже мы подготовили заранее фоны, которые довольно-таки хорошо освещены. Собственно, для белого фона желательно готовить фон, для черного фона можно не готовить. Немножко про функции вообще какие есть. Есть общие настройки. Нужно запомнить, что через нее можно сохранить, загрузить все настройки, которые вы сделали до этого. Настройки видео, настройки фона, настройки звука, настройки трансляции записи, где вы можете сказать, с каким качеством снимать. И транслировать. Можно одновременно и записывать видео, и транслировать его в сеть. При этом можно транслировать как на какой-нибудь YouTube, так и транслировать через любую систему, которую вы используете. Skype, либо браузерную систему. На выходе нашей системы встает виртуальную веб-камеру. Можете подключить к любой системе и, собственно, начать трансляцию. Рисование. Здесь вы выбираете цвета, которые вы будете рисовать. Толщину линий, толщину маркера, толщину стерки. Ну, всех этих самых. Внешний вид. Вы выбираете, какой вид, черный либо белый. И от этого зависит, на каком фоне вы будете снимать. Инструменты будут, если вы выберете темный фон, инструменты будут подобраны так, чтобы вам удобно работать с черным фоном. Если вы выберете светлый фон, чтобы было удобно работать с белым фоном. Так, собственно, камера. Вы выбираете вашу камеру, у вас это будет Avermedia, 30 Гц, ну у вас все это уже настроено, просто чтобы вы понимали, если вдруг возникнет какая-то проблема, что с этим делать. Выбираете 30 кадров и 1080p. Это, собственно, качество видеосигнала. Вот сюда нужно немножко пристально посмотреть. Я, конечно, наверное, для большинства это далеко, но я попытаюсь немножко рассказать, что это и почему это важно. Это настройки картинки. Настройки картинки иногда нужно менять. Это не так часто, но все-таки приходится делать. Это зависит от того, какой человек вам пришел, с какой кожи, смуглый, не смуглый, в какой одежде он пришел. Есть, конечно, такие требования, но иногда люди их нарушают. Что здесь есть? Здесь есть яркость. То есть насколько все будет, условно говоря, визуально это выглядит, как наложение маски белого. Потом идет контрастность. Ну, вы знаете, если сделать очень контрастно, то все черное станет сильно черным, все белое сильно белым. Вы наверняка сталкиваетесь на старых телевизорах. Насыщенность. Это, собственно, насколько будут насыщенные цвета. Если его сильно увеличить насыщенность, то у всех станут губы красные, глаза там синий. Уровень белого и уровень черного тоже важны. Два права. Дальше я, пожалуй, не пойду. Уровень белого вам нужен, чтобы фон сделать реально белым, а уровень черного используется в черной студии. Он нужен порядка 10, чтобы вы не видели складок сзади. И дальше автобаланс белого. Так, наверное, я уже глубоко ушел. Кто понимает, о чем я говорю? Давайте мы это. Оп, раз, два, три, четыре. О, много, много прям людей понимает. Наверное, тогда это с другой стороны. Это простое. Ну, естественно, автобаланс белого автоматически настраивается. Если человек вышел за кадром, он просто смотрит и настраивает баланс белого. Отлично. Отлично, отлично. Ну, собственно, улучшать фон. С каким уровнем? Если 100%, он будет целиком выбелен. Если 0%, он вообще не будет выбелен. Остальное промежуточное положение. Можно выбрать один микрофон, либо два микрофона, и они будут замикшированы. Также здесь задержка звука на какое-то определенное количество кадров. Это характеристика компьютера, чтобы у вас видео было синхронизировано со звуком. Обычно для машин, которые у вас стоят, это где-то три кадра. Ну, если у вас увидите, что у вас звук опережает, либо отстает, из-за чего-то, не знаю, программное спечение, либо еще что-то произошло, можете здесь поправить. Ну, и, собственно, это трансляция записи. Включаете, включаете. Экраны спикера – это, собственно, выбор раскладки мониторов, на которые все выводится. Есть монитор прямо перед вами, и слева, справа, снизу, сверху. Вы можете здесь все расположение монитора выбрать. Собственно, это внешний вид по теме, это рисование. А, да, собственно, индикаторы. Индикаторы, которые вы видите. Микрофон, рядом уйдет эквалайзер, идет ли запись. И последняя, это сколько времени ушла последняя запись. Итак, подготовка к записи видео. Заранее запланируйте перемещение в кадры. Желательно, чтобы человек хотя бы пару раз… Что? Да, конечно. Можно я перебью? Может, я задам вопрос, который всех интересует. Вот эти все манипуляции мы где должны проделать? Ну, то есть, это стоит какой-то компьютер или что? Не очень понятно. Смотрите, вот, собственно, сказали, в каких институтах стоят студии. Да. Там в студиях стоят, собственно, компьютеры, на которых установлены программные испечения. Также для того, чтобы редактировать, вы можете скачать программные испечения себе на любую машину, Windows, начиная с восьмерки. И там вы сможете редактировать презентации. Но вот то, о чем мы сейчас говорим, это, в общем-то, студийные функции. И завтра, послезавтра два дня мы будем в студиях работать с этим. То есть, там есть специальный компьютер, к которому подходишь, и ты все сначала настраиваешь? Ну, да. Там уже, когда вы посмотрите, все будет настроено. Но если вдруг что-то пойдет не так, собственно, вы как первая линия, которая должна знать, что можно исправить. Спасибо. Я ответил на ваш вопрос? Да? Отлично. А страхно так? В воздухе. Я вроде... А вы с начала лекции были? Да. Я просто... Давайте я немножко остановлюсь. Представить, собственно, студии, где все это установлено. И вот вторую часть, сейчас мы закончим, вы задаете мне какие-то вопросы, я поднимусь наверх в студию. И я, ну, с несколькими людьми, и мы прямо из студии будем вести, где все это, собственно, видно. И мы все в студии не смогут. Все в студии не смогут. Но вы увидите, что там происходит. Будет несколько камер, которые будут показывать, как все это выглядит, что происходит. После чего, опять же, каждый из вас в режиме, ну, сами вживую смогут, собственно, на студиях. Это все сделать воимучением. Так. Ну, собственно, нужно запланировать перемещение в кадре. Если человек будет стоять всегда в одной точке, это выглядит, ну, доволяет мало динамики. Можно начинать с этого, но нужно запланировать перемещение. Нужно продумать так, чтобы сам контент перемещал человека, чтобы он шел за контентом, а не специально переходил на пустом кадре, не думая о том, куда нужно идти. Ну, и старайтесь, собственно, не перегружать слайды информации. Это уже частая ошибка. Все они и знают, но обычно ее используют. Считается, что на слайде должно быть не больше 27 слов. Если больше, то должна быть какая-то причина, почему это именно так. Были проведены опять же исследования. Ну, и используются шаблоны при создании презентации для ускорения процесса. Используются полупрозрачные графические материалы, так они накладываются сверху. Вот здесь показана такая специальная бабочка. Если вы занесете руку, чтобы не было фона на вашей руке, то желательно такое искать. Можно делать объекты просто прозрачными, такие как браузер, чтобы вы могли вживую… То есть у нас система может строить настоящий браузер, будет по-настоящему переходить через ссылки, будет на настоящем все прокликивать. Лучше сделать его полупрозрачным, чтобы вашу руку было видно, чтобы не выглядела эта страна. Порядка 70% полупрозрачность. Ну, и используются редакторы. Собственно, я думаю, здесь вы все уже это знаете. Рекомендации по выбору одежды. Ну, классическая мелкоклетка или узкая полоска все вызывает муар. Вязаные вещи – то же самое. Надписи, рисунки – все зеркалится. Для того, чтобы в режиме онлайн вы могли все видеть с нужной стороны, все идет в зеркале. Если у вас будет надпись, она будет в зеркальном изображении. Ну, блестящие всякие аксессуары. Ну, и одежда, мало ли чаще от фона. Если человек приходит в черном костюме и снимает на черном фоне, это плохо. Так же, как и в белой рубашке на белом фоне. То, чего не должно быть, да? Что? Сейчас нам покажут то, чего не должно быть. То, чего не должно быть. Да. А эти презентации ждали? Да, конечно, я могу сказать. Так. Извините. Где-то я здесь переключился. Да. Собственно, вот. Это то, чего… Нет, не надо использовать. Нет. А. Так. Ну, я думаю, что… Я сейчас сильно остановиться не буду. Единственное, остановлюсь на четвертом пункте. Проверить калибровку сенсора на рамке. Иногда приходят люди, которые сдвигают камеру. Ну, или сдвигают доску. Обычно это те, кто убирают или еще что-то. Если вдруг вы пришли и увидели, что у вас, в основном, когда вы ведете маркером, вводится не точно, или вашу… Сделайте калибровку. Это простая операция, занимает 5 минут. Просто нужно не забывать об этом, что кто-то все равно может что-то сдвинуть. Что такое калибровка? Что? Что такое калибровка? Калибровка. Я, собственно, это прям покажу физически. Каждый из вас делает калибровку. Вот. Собственно, здесь небольшой кусочек, который я говорил про мотивацию. Почему это хорошо использовать? Понятно, что если я скажу, что это то, что студия, которую мы сделали, она уникальная, лучше всех, никто мне не поверит. Но мы пытались ее сделать для конкретной задачи, а именно для создания обучающего видеоконтента. Мы пытались сделать, чтобы она была не очень дорогая, но при этом она позволяла довольно-таки качественно создавать видеоролики. Например, при внедрении в Рандхикс, это было одно из наших первых внедрений, мы смогли окупиться буквально с второго курса, который там был записан. Благодаря чему это происходит? Благодаря тому, что у вас очень мало приходит на операторов и на монтаж. Собственно, и немножко критерии о том, какое видео хотелось бы видеть и почему это хорошо. Итак, преподаватель не перекрывает информационные элементы, зрительный контакт преподаватель с аудиторией или объектами презентации, равномерный фон, который не мешает отображению и восприятию информации, четкие яркие графические элементы безумара, ну и четкая картинка электро с естественными цветами. Мы всего это пытались добиться. Ну, собственно, все, конец первой части. Да. Именно суфлера у нас нет. В принципе, есть монитор, который стоит рядом с камерой, который фактически выполняет функции телесуфлера, и теоретически можно на нее выводить текст. Мы стараемся, чтобы преподаватели читали все от себя, но если нужен суфлер, то можно его использовать. С помощью любой программы выводите туда телесуфлера, смотрите. Да. Правильно я понимаю, что вообще во всем курсе, например, в онлайн-курсе образовательном, сейчас мы слушаем только про те коротенькие 12-минутные ролики, которые мы запишем при помощи студии. Так ведь? Не очень поняла, что вопрос. Ну, вот смотрите, весь курс, если я, например, смотрела онлайн-курсы других вузов, там Томского, например, института, я теперь понимаю, что там есть маленькие кусочки лекции по 12 минут в каждой теме, которые при помощи вашей студии, я так понимаю, сейчас записаны, потому что очень похожи на то, что вы рассказываете. Плюс там тексты, лекции, плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Это все отдельно где-то делается, потом вместе собирается в какой-то оболочке, да? Конечно, конечно. Да, но это все-таки не является частью нашей системы. Наша система – это только студия, с помощью которой остаются видеоролики. Я немножко рассказал про остальные фрагменты, но они к нам не имеют отношения. То есть есть отдельные платформы, на которые вы загружаете, видео, тексты, другие источники. Я скажу про то, как создать именно вот этот контент, видеоконтент. Да, я должен сказать немножко о периферии, чтобы понимать, для чего и как это используется, но только в этих рамках. И глубоко я про это рассказать не буду, но опять же вот Open Profession, ссылки, которые я скидывал, там я уверен, что будут замечательные курсы, которые расскажут обо всем остальном, и о платформах, и о всей, собственно, этой инфраструктуре. Ну, просто я так для себя и для, может быть, для всех тоже, что это только маленькая часть онлайн-курса. Конечно, да. Это только маленькая часть онлайн-курса. То есть, в принципе, конечно, мы понимаем, что онлайн-курс может вообще не сдержать видео. Скажите, а если нужны, скажем, дополнительные инструментарии, скажем, музыкантам, нужен рояль, да, для того, чтобы снимать онлайн-курс. Есть возможность его поставить в эту студию, позволяет ли это оборудование? Ну, рояль, наверное, туда не поставить. Что-то более маленькое можно, но, понимаете, что если нужен рояль, то, скорее всего, и можно подснять другими средствами. То есть, есть набор вещей, которые хорошо рассказываются в студии. Когда нужно, какую-то структурную схему, да, ну, например, писали видеоролики, тоже музыкальные, где они взаимодействовали с браузером. То есть, в браузере была запущена программа, они там хлопали, автоматически распознавались ритмы, автоматически распознавались частоты, ну, и все, что было нужно. Но если вам нужен рояль, то лучше поставить его в каком-то красивом здании и рядом, ну, снять с обычной камеры внешне. Вот. Также и звук лучше снимать не с помощью петличек, как у нас в студии, а с помощью какого-то там направленного микрофона. То есть, немножко другая технологическая история. То есть, если вам нужно, какую-то структуру, что-то объяснить быстро, тогда это наша студия подходит. Для таких вещей лучше, ну, условно, как какой-нибудь станок. Лучше подойти и физически показать станок, если это нужно. В ролике вы видели, как Лехтер пишет пальцем. Да. Вы говорите о реальности это будет зеркальное изображение. А как же это? Нет, он пишет, смотрите, он пишет в естественном для себя виде, и именно поэтому и происходит зеркалирование. Если бы он писал без зеркалирования, то вы бы видели все в зеркале. Ну, представьте себе, я пишу свои свои на стекле, и вы видите все зеркальное. Ну, картинка автоматически зеркалится, чтобы и он в естественном виде видел, и вы в естественном виде видели. То есть, Лехтер пишет, как ему удобно. То есть, как он привык. Интересно, как это все устроено. Надеюсь, вы нам покажете. Да, конечно. То есть, он пишет, и это сразу зеркалится. И это сразу автоматически зеркалится. Он сам для изображения не зеркалится? Он сам тоже зеркалится. Все зеркалится. Поэтому, собственно, и нельзя надписи на футболках, потому что они будут зеркаленными. Ну, либо у нас есть люди, которые просто печатают зеркальные футболки и выглядят, естественно, как обычно. Вот. Так. Ну, тогда, наверное, нет больше вопросов? А можно взять еще один вопрос? Возможно, вы упоминали, но я это пропустил. Есть ли встроенный видеоредактор? Мы видели большое количество джампкатов. То есть, встроенный это? Или же нужно использовать сторонний редактор? Нужно использовать сторонний, но для того, чтобы… Так. Ну, тогда я прошу нескольких добровольцев в этот момент запустить небольшой видеоролик, пока мы будем идти в студию. Он здесь недалеко находится, на этаж выше, в котором будет показан также скринкаст вебинара, проведенного с помощью нашей системы. Вы посмотрите, что можно сделать в онлайн. До этого мы больше говорили о муках, а здесь я немножко расскажу про вебинары. Это был вебинар, проведен в московском, нашем партнере-центре, который учит, собственно, школьников. Где-то здесь были добровольцы, которые поднимали руки. Их было 4 человека. Ну, может быть, еще кого-то? 5? Ну, давайте 5. В очередь зайдем. Так. А вы будете видеть все, что происходит из студии. То есть, я буду видеть вас, вы будете видеть меня. Перед вами задание. Каждый возьмет ул. Будет несколько камер. И зачеркнет здесь неправильное написание. Давайте Даша возьмет первый блок, Юля Юдина второй и Юля Васильева третий. Работайте. Пока я будешь сниматься, у меня вольта может. хорошо, молодцы, справились. Хочу напомнить вам одно правило. Посмотрите, пожалуйста, на табличку. Нужно помнить, что чередующимися являются еще и сочетания им-ин, которые встречаются в корнях ним-жим-мин-клин-пин-чин. Такие сочетания пишутся, если есть суффикс А, а если суффикса А нет, то мы просто пишем букву А или Я. То есть, мы смело с вами можем уже дать ответ, что это ошибка под буквой А. Должно быть откладывающего. А у нас откладывающим. То есть, здесь ошибка и это ошибка под буквой Б. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом. Абсолютно верно. Хорошо, Юля. Предложение 31 включает описание состояния человека. Давайте найдем это предложение и посмотрим. Пожалуйста, кто готов? Можно я попробую? Да, Даша, пожалуйста, слушаем. Сердце его стонет от чумящей боли. Ему хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок глотнуть той свежести, которой небо щедро поют птицы. Хорошо, молодцы. То есть, у нас получаются правильные ответы 1, 2 и 4. Хорошо. И теперь давайте перейдем к домашнему заданию. Дома вы зайдете на сайт решу.ег найдете там каталог заданий. Посмотрите, в этом каталоге очень много всевозможных заданий. Это экзаменционные задания, тренировочные, задания для подготовки. Вы возьмете седьмое, восьмое, двадцать первое задание и выполните задания для подготовки первые десять номеров. перед вами задание. Каждый возьмет по блоку слов и зачеркнет здесь неправильное написание. давайте Даша возьмет первый блок, Юля Юдина второй и Юля Васильева третий. Работайте. восьмое. Вот смотрите, сейчас мы, собственно, сможем в режиме онлайн все это делать. Так, смотрите. Нас видят? Да, вас должны видеть. Нас видно? Да, вас видно. Так, хорошо. Так, и слышно, скорее всего. Итак, мы заходим. Можно сделать так, чтобы видно было рабочий стол здесь? Там засадка стоит сейчас просто? Ну, нет. Программу, чтобы было видно. Блин. Ну, я не знаю, что здесь это. Так, хорошо. Давайте тогда мы просто будем показывать то, что можно сделать. Итак, смотрите. Я просто выбираю карандаш, например, и могу рисовать хоть пальцем. Да? Я могу писать то же самое с помощью маркера. Вот вы видите, маркер реально пишет на доске передо мной. Если я начну его стирать, то он сотрется и в цифровом виде. Ну, здесь остался, да? Что? Здесь-то остался он. Ну, это небольшой след остался. Опять же, зависит от маркеров. Да? То есть, ну, его уже на самом деле нет, и они его, скорее всего, уже не видят. Вот, если вы посмотрите на видеозапись, это просто небольшой жирный след остался. На экране видно. В смысле? Что именно видно? След от маркера. Где вы его на экране? Все. Где вы видите? Нет, это был не след от маркера, это был... Мы не про это говорили. Смотрите, вот я нарисовал, а здесь немножко кремится, тут жирный остался. Его на видео не будет видно, если только не будет очень много таких кликов. То есть, через некоторое время нужно, конечно, доску будет помыть, если вы будете использовать реальный маркер. Мы можем создать несколько слайдов. На слайды мы можем добавлять, например, картинки. После этого, смотрите, я переключаюсь между слайдами. Могу переключиться на следующий слайд. А картина еще знала. Нет, а это просто на третьем слайде картинка. У меня есть три слайда. Все, сами там настраивают. Вот. Я переключаюсь... Я, смотрите, я же это написал на первом слайде. Приключился на второй. Все, что было написано, осталось. Приключился на третий, на четвертый. Вот на четвертом слайде у меня, собственно, появилась эта картинка. Я могу также добавить, допустим, видео, файл, гифку. Я могу любой из этих объектов скрыть. Снова показать. Вы сюда смотрите? Нет, зависит от того, где... Смотрите, если я хочу стоить на зрителя, я смотрю на монитор перед собой. Если я хочу посмотреть на объекты, я смотрю... Допустим, если я хочу здесь писать, я стою на правый монитор. Если я хочу смотреть на объект слева, я стою на левый монитор. Также я могу стоить на нижний монитор, то есть, чтобы всегда оставались иллюзия. Вниз, вниз, вверх, вверх. Поэтому фактически... Да, конечно, собственно, для этого сюда и пришли. Вы три пальца, это вот так будет, да? Итак, с помощью трех пальцев вызываете меню. Сейчас выбрали маркер. Это нужно для выделения объекта. Перезагрузимся. Не видно. Туда не возрастаем. Перезагрузим. А что не видно? Секундочку. Можно? Беря, давайте переговорить. Я внушую вас, правильно? Продолжение следует... 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 Слышит? Включает записи. Раз, два, три. Все, в этот момент началась запись. Теперь я беру, что-то пишу, переключаюсь между слайдами, стираю, останавливаю. И в этот момент у меня уже готовый видеоролик. После этого я говорю, какой какой-то кадр, хороший, плохой. Например, это хороший кадр. Я жму «Сохраните, повторите». И в этот момент я вижу, что он готовый видеоролик. Включил его вообще? Включил его. Собственно, вот. Готовый видеоролик сразу будет здесь. Вот. Ну, можете попробовать что-нибудь записать самостоятельно. Вот вам маркер. Так, маркер. Мы сразу вам пишем, да, получается? Вот губка. Так, мы включаем. Так, экран, да? Угу. Рисую. Что, пишем? Привет. Только единственное, выберите все-таки карандаш. Карандаш. Почему-то вам нравится маркер. Так. Карандаш этот, да? Так. Так. Теперь. Мы, получается, как на этот переходить? А что вы хотите сделать? Второй ролик, как бы, чтобы... А что значит второй ролик? Вы же как бы дублерите лифты? Не понял. Еще раз. Как ты кадровый... Применяется в виду слайды. Да, слайды. Вот, двумя пальцами. Да. Только единственное, что если вы пишете маркером, лучше стирать. Потому что то, что остается, оно остается на вас. А это уже на втором слайде не стирать, да? Зависит от того, какой процесс. Если вы используете маркер, который пишет, то вы стираете на втором слайде. Вы можете использовать маркер, который закончился. Тогда вы будете... Тогда вам вообще не надо будет стирать. И вы просто будете переключаться между слайдами. Все будет оставаться. Да? А можно ли вот в этой системе также управлять слайдами презентации, созданной в PowerPoint? Да. Но только единственное, вы не сможете перемещать объекты. Но переключаться и подписывать вы можете все. Да? То есть это будет просто статическая картинка, про которую вы будете писать. Словом говоря, вот эта картинка будет такая же загружена из... Только она займет весь кадр. Вот, кстати, картинка, то, что я говорил... Как вот картинки, да, ставить? Которую вы ролик показывали в качестве примера? Угу. Там же были вот картинки? Да, так вот эту картинку мы добавили только что. Смотрите, я захожу в редактор. Я жму добавить файл. И добавляю файл. Все. Угу. И теперь удаляем это все. Да. Нет, удаляется. А что вы хотите? Потом, собственно, на момент добавления картинки вырезали. Нет. Чтобы этой картинки не было. Да. Вы должны кликнуть все, единую. Ага. Понятно. Все, единую. А зачем вы хотите ее удалить? Нет, просто посмотрите, как это есть. Вы нажимаете тремя пальцами. Когда нажимаете тремя пальцами, получается это. Когда нажимаете одним пальцем, она исчезает. Так, можно попробовать. Все хорошо. Да, конечно. Да, конечно. Там другие ждут. Четырьми пальцами меню. Три пальца. Только набережете на небольшом расстоянии. Зачем вы так говорите? Вот. Так. Это маркер. Да. Это карандаш. Да. И так далее. Спасибо большое. А написать что-нибудь не хотите? Подвигать какие-то объекты, возможно? Нет. Я вот хотел попробовать, как вы мультик сделали. Допустим, объекты. Или это уже нужно дополнительные, получается, какие-то файлы в кадре. Нет, смотрите. Да, вы просто скачиваете с интернета файлы. Попробуйте. Да. Вы можете сейчас добавить какие-то файлы. Любые файлы. Да, любые файлы. То есть, надо быть загружен на компьютер, так? Да, конечно. Ну, естественно, откуда они начали возьмутся. Любые файлы, которые у вас есть. Ну, вот, например, вот здесь у нас были две картинки. Сейчас можем, например, добавить слайд. И на него добавить текст. Раз. Два. Три. Вот у вас появилось три объекта с текстом. Я понял, что надо подгадать момент добавления этих объектов в стык между фразами текста, чтобы потом, собственно, момент добавления, работу с меню вырезать. Нет, ну, а зачем вы хотите вырезать работу с меню? Ведь это естественная возможность. То есть, человек начинает двигать объект. Другой случай, человек понимает, что вы этот объект собираетесь передвинуть. Понятно. Вы собираетесь написать. Нет, я имею в виду добавление картинок. А, нет, добавление картинок вы создаете презентацию заранее. Это я сейчас просто создаю на лету. Ну, так вы создали сначала презентацию, а потом просто ее это. Понятно. У любого объекта может быть анимация. Вы можете, допустим, эти объекты могут подсылаться последовательно. Допустим, вот объект, у нас текст, он появляется с растворением. Теперь, когда мы перейдем на этот слайд. Ой, секундочку. Объект, видите, появился. Вот. Можно? Карандаш. Можно? Да, конечно. Прости меня, Господи, за мой почерк. А теперь? Теперь надо стереть, если... А теперь надо стереть. Мы в 2 часа встречаемся, да? Там разберем, что же, наверное, да? Так, слетовый вопрос с ним сложно задать. Спасибо. Спасибо, позащий. Спасибо. Что из-за скандинга? Вечера Проходите, проходите. Смотрите, ну здесь уже немножко напачкали доску, вот поэтому, собственно, я и говорю, что лучше научиться писать не маркерами. Итак, мы немножко уже объекты создали. Мы сможем с помощью нажатия трех пальцев выбираем инструмент, например, рисование. Вот мы его рисуем. С помощью движения двумя пальцами мы перемещаемся между слайдами либо анимациями на слайдах. Также можно использовать маркер, еще что-то. Итак, смотрите, можно писать и маркером, да? Когда мы его начинаем стирать губкой, он стирается и в цифровом виде. Можем выбрать другой цвет, или синий. И при этом маркер и там, и там у нас был красным, как вы заметили. Но обводился он разными цветами. А цвет как выбираем? Смотрите. Итак, три цвета у нас в быстром доступе. При этом в программе можно настроить любые, чтобы это были три цвета. Мы заходим, собственно, как я рассказывал, в рисование. И в рисовании любой из цветов можно настроить по RGB. То есть можно настроить три любых цвета. Можно, например, настроить один цвет нейтральным, и два – это ваших условнофирменных цветов. Ну, обычно идет некоторый бренд-бук. Ну, нет, три-то в быстром доступе. А, быстрый. Да, а так вы можете абсолютно любой цвет настраивать. Вот, просто когда вы занимаетесь, когда вы что-то делаете, у вас три в быстром доступе цвета. Ну, я еще ни разу не вижу, чтобы человеку в быстром доступе не хватало трех цветов. Вот. Собственно, я предлагаю вам каждому попробовать. И, да, давайте я еще добавлю какой-нибудь файл, чтобы вы поняли, что бывают еще всякие картинки. Это тоже просто редактор. Я добавляю слайд, и на слайд добавляю файл. Вот здесь есть какие-то картинки, вот, собственно, я картинку добавляю, в нее появляется картинка. Так, я выхожу из редактора, и она начинает быть видно. Также, как вы помните, я говорю, что можно делать их полупрозрачными. Я нажимаю на картинку, делаю ее полупрозрачной, где-то там до 50%. Вот, видите, собственно, и меня видно. На любой объект, включая видео, браузер и так далее, можно делать полупрозрачными. Ну, напишите что-нибудь. А, только единственное, у вас такой не очень удачный инструмент выбран. Давайте выберем карандаш, чтобы было довольно тонко писать. Вот, теперь вы, если вы начнете стирать, а вот, собственно, у вас рука, губка, вы увидите, что он в своем виде тоже сотается. А сейчас попробуйте написать, ну, сомненно говоря, пальцем, чтобы не было следов от него. Вот, теперь поджечься на другой слайд. Вынес назад. Так? Да. Оп, видите, все сохранилось. И так вы можете писать, условно говоря, на нескольких слайдах и между ними перемещаться. И также брать другими цветами что-то писать. Да, и поэтому использую одни это. Причем, поэтому, на самом деле, как мы распознаем писать или стирать? Это просто площадь. Условно говоря, если я ладонью все возьму, я ладонью все затру. Сколько можно? Сама губка тут не обязательно. Нет, это… Да, это распознается только площадь. Условно говоря, так же губкой я могу и писать. То есть могу взять уголок губки. Ну, сейчас. Начать им писать. То есть, в общем-то, ни маркера, ни губка не являются чем-то уникальным. Это просто инструменты. Инфракрасная? Да, да. Да, инфракрасная. Инфракрасная рамка. А если какую-нибудь хотим зону обозначить, где мы будем писать, чтобы не смешивалось с нами самими, можно, да? Какую-то доску или что? Или это не… Нет, ну, в принципе, можно добавлять картинку доски и начинать писать в ней. Но просто непонятно зачем. А чтобы концентрировались на каком-то элементе? Ну, а концентрация на элементе вы сами осуществляете. То есть вы подходите, вы смотрите сюда, вы рисуете. То есть именно в процессе взаимодействия с объектами вы и концентрируете. Наоборот, входим. На разные элементы. Например, я смотрю на монитор перед собой, и становится иллюзией, что я смотрю на зрительно. Давайте я уберу этот объект. Что-то он меня утомил. Вот. Я смотрю, можно стоить сюда, и здесь писать можно. Ну, можно стоить на монитор, да? Я могу вот так писать. Я могу стоить вниз писать. Я могу слева что-то, справа. То есть вы, собственно, смотря на монитор, еще и управляете тоже вниманием. Вот. И помните, я говорил про выключение близкого монитора. Это как раз для лекторов, которые приходят и начинают в близкие мониторы постоянно смотреть. Тогда их можно просто выключить, чтобы человек стоял прямо. То есть для начинающего спикера самое простое. Это чтобы он смотрел прямо, а здесь справа от него были какие-то элементы презентации. То есть он стоит, у него в руках презентер. Вот здесь как раз презентер есть. Он с помощью презентера переключает слайды, начинает, останавливает. Ну, вот сейчас, видите, я переключаюсь между слайдами, да? О, видите, все сохранилось. Корону. Вот. Я стою, я начинаю запись сам. Переключаюсь. Останавливаю запись. И потом выбираю, какой это дубль. Хороший, плохой. Ну, сейчас, например, я говорю, это плохой дубль, да? Он сходил специальную папочку deleted. То есть они ничего не удаляются, все видеоролики в итоге все равно остаются. Переключение слайдов. Это потому что мы что-то отсняли, что ли, или что? Слушай, что переключается. Ну, так же, как вот я сегодня стоял и рассказывал с переключением слайдов, да? Здесь, собственно, такая же концепция. Я переключаюсь по элементам. Вот, посмотрите, элементы, которые я нарисовал. Они, собственно, также переключаются. А вот потом монтировать это уже отдельно, вот вы говорите, там плохой дубль, хороший дубль. Сводить вот все вот эти... Смотрите, у вас на выходе появляется папочка, в которой указаны все номера хороших сцен и хороших дублей. А сохраняются? Да, они все сохраняются. Вот все, что мы сейчас записали, мы можем посмотреть все видеоролики. Вот, собственно, и в них указаны. Первый дубль, первая сцена, первый дубль, первая сцена, второй дубль. Здесь плохие указываются и так далее. Вот. А потом уже их просто сводить можно там в чем угодно? И сводить можно в чем угодно. В каждой операционной системе есть бесплатный редактор. В действии это Movie Maker, также есть в iOS и так далее. Ну, везде. А софт на семерку уже не ставится, да, вы сказали? Ну, в принципе, он на семерку ставится, но мы рекомендуем с восьмерку, потому что семерку уже не поддерживает Microsoft сам по себе. А на Windows? Нет, только Windows. А есть какая-нибудь что-нибудь, что может показывать уже списанные слайды? То есть, например, какой-нибудь отдельный монитор, где можно было бы посмотреть содержание предыдущих слайдов? Не очень понятно, зачем кому это надо быть. Ну, опять аналитическая геометрия там на двадцатых досках. Ну, да, но переключитесь, и все равно... То есть, там нужно быстро вернуться к формуле, которая... Да, 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 и ты быстро хоп-хоп-хоп-хоп-хоп на это самое и перешел. Но все равно... Пролететь можно так. Да, не опыт все-таки определенный нужен, потому что... Ну... Набить пальцы надо высочить. Что-то не пролететь нужно. Тем более у студентов там, особенно на аналитической геометрии, вакханалии, индексов, они сразу же все путаются. А камера одна, да, получается, вот? Это вот эта, да? Маленькая. Вот эта маленькая, да. Окей. Это все, что мы должны знать? Да, настоящий момент. А какие-нибудь дополнительные, не знаю, там... Давайте... Для этой программы писать можно отдельно, то есть... Ну, ты думаешь, что-нибудь понадобилось, чтобы еще что-то сопутствующее делалось? Ну, не предусмотрено, да? Пока нет. Так, наверное, сейчас я вернусь назад, и мы... Я подробно про завтрашний день расскажу. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 И через неё шла трансляция. Учитель был в студии, ученики были в разных местах. Но это была трансляция из вашей студии, да? В реальном времени? Да, в реальном времени. Всё понятно. Это в реальном времени из студии. То есть это не про то, что вы рассказывали до этого? Не, ну я когда рассказывал, я тоже рассказывал про онлайн. Спасибо. Вот, это вы также заходите в студию, вы также готовите материалы. И также просто вы в онлайн не только записываете, но и вещаете. Понятно, да. Там просто они выполнили задание, и сразу же это задание отразилось на табло преподавателя. Вот это тоже реальная вещь с помощью вашей студии, да? Да. Спасибо. Вот вы там видели прозрачную интерактивную доску, да? Вы там пишете вайсов, все эти линии нужны. Вот эти все линии, на самой этой доске их лектор видит, или это только в компьютере уже для зрителя? Смотрите, если он пишет маркером обычным, то он видит то, что написал маркером. Что значит обычным? Прямо вот обычным маркером, самым обычным маркером он пишет, тогда он видит то, что написал на стекле. Вот. Если он пишет маркером, который закончится, он видит только на системе монитора. Да, ну то есть это неудобно получается, как бы, потому что попасть в ту же точку потом… Это зависит от того, что вы преподаете. Многие вещи можно преподавать, не используя настоящие, и не так часто. Меня интересует написание формул. Вот как физика, математика, там одни формулы, как бы, и это, наверное, не очень удобно, да? Ну, у нас есть физика и математика, которая пишется и без маркера. Ну, имеется в виду пустым маркером. Хорошо. Итак, смотрите. Что касательно создания презентации простой. Я вроде бы основное проговорил, но тогда я предложу вам создать презентацию из трех слайдов в PowerPoint. Все понимают, как создать презентацию из трех слайдов в PowerPoint? Три слайда? Три слайда. Очень просто. Мне просто нужно, чтобы там были материалы какие-то, чтобы было с чем работать. А как сама работа будет организована завтра? Мы будем заходить в группы. Каждый из людей будет составлять, собственно, свою флешку, копировать свою. Мы будем смотреть, какие у него материалы. И я буду комментировать. Все будут слышать, собственно, я комментирую. И каждый запишет маленький видеоролик на базе своей презентации. Какой-то элемент мы у каждого оживим, что-то как-то изменим. И вы поработаете, вы прям увидите, как, собственно, записать видеоролик. Вот начало этого включить, судя до конца, как у вас получился видеоролик. Потом я дам некоторые комментарии, что можно улучшить, как можно оживить, что можно изменить. И потом через день мы еще раз встретимся, и мы уже снимем второй ролик, уже с лучшими. Вот смотрите, у нас написано, что мы с 10 до 3, да, в этот период должны как бы прийти или как? Нет. То есть во сколько приходить, на сколько мы здесь будем, и как предоставать это расписание. Опять же, вначале вроде было проговорено, давайте я еще раз повторю. Смотрите, сегодня, на самом деле, с 10 до 12, 2 часа у нас лекционных. А потом завтра с 9 до 11 здесь же будет у тех, у кого в вузов нету своих студий. Вузов и институтов? Институтов. Ну, институтов, у которых нет своих студий. Потом с каждым институтом должно быть договорено время, час времени завтра и час времени послезавтра, когда я приеду в этот институт, и мы там пройдем прямо в той студии, в которой будут дальше идти съемки. Ты сейчас решился расписание? Да. Получается, завтра приходят те, у кого нет своей студии. С 9 до 11 сюда приходят. А с аптечкой занятия? Да. Как состав, кто составляет расписание? Я думаю, что составляет… сейчас… Потому что нам пока ничего не прихожило, никакое, ничего не сида. Я думаю, что мы сейчас это все решим и занимаемся этим, наверное, все-таки ответственнее для Кримов, я думаю. Вот. То есть нам до какого-то времени по секунду должны прийти письма, на которые мы должны ответить, во сколько мы придем? Или нам уже будет написано, во сколько вы придете? Я думаю, что будет написано, во сколько вы должны прийти. Я думаю, что мы прямо сейчас решим, во сколько в каждом институте, я завтра прийду. Давайте решим. Вот. Мне просто нужно сейчас… секундочку. Можно как-то вызвать? Сейчас придут, и я думаю, специальность оставят, а пока вы можете еще задать мне какие-то вопросы. Да, кстати, поднимите руку, кто… кто из вузов, у которых нет студий своих? Раз, два, три. Итак, люди из… да, из институтов, у которых нет своих студий. Ого, раз, два, три, четыре. Ага. Так, давайте мы вас разобьем пополам. Одни пойдут завтра в 9, а вторые в 10. Я думаю, что мы сейчас останемся и переговорим. Конечно. Да, и от каждого института… Вы должны понимать, что там, видите, время это будет занимать. Человек 20 может не искать. То есть, соответственно, как нам надо оптимальное количество желающих определить. Все, сейчас прямо вот после занятия, как закончит Константин, отговорим. И прямо здесь сделаем график с полчаса, чтобы вы люди не ждали. На каждом мы доведем какое-то время, да? Я думаю, что сейчас останемся и переговорим просто. Ты думал, прямо сейчас можно, собственно, заняться? Все, вы закончили? Ну, в принципе, мы сейчас можем обговорить. Пожалуйста, давайте подходить. Здесь мы хотели говорить. Кто-то в 9, кто-то в 10? Кто-то в 9, кто-то в 10. То есть, мы сейчас только решим. Заня, что вы все не можете создать обмудрение. И в институте? В институте.